Либо у меня полностью сзади проглотит та щука вот Всем привет наверное многие задавались вопросом как максимально быстро и эффективно обловить Кормить и точку на рыбалке но например у нас есть 5 10 15 минут и за этот короткий промежуток времени нам Надо поймать максимальное количество рыбы ну или получите хотя бы максимальное количество поклевок Когда нам это собственно необходимо ну например нам выбранный водоем для рыбалки хорошо знаком у нас есть большое Количество точек например 20 30 и зачастую чем больше мест локации мы посетим за день тем собственно больше рыбы и поймаем. А второй вариант это может быть короткая рыбалка, например, утренней или вечерней, когда у нас есть также 3-4 часа и достаточное количество точек для рыбалки, например, штук 10. В этом случае нам тоже нужно быстро понять, где конкретно сегодня стоит хищник, на какой глубине, на каких типажах мест и чтобы впоследствии сконцентрироваться только на них. И третий заключительный пример это когда мы приезжаем на совершенно незнакомый нам водоем или участок реки. И тоже за короткое время нам нужно быстро понять, где стоит хищник и выявить хотя бы примерно у него предпочтение по приманкам. И сегодня на основе многолетнего опыта рыбалки на Оке и Волге и на примере одной из летних рыбалок прошедшего сезона на Оке я бы хотел поделиться с вами своим мнением касательно этой темы. И да, небольшой дисклеймер, так как рыбалка проходила у нас в неформальной дружеской обстановке, было много шуток, приколов и не обходилось без мата. Я, конечно, постараюсь все на монтаже по максимуму обработать, но тем не менее думаю, что какие-то ненормативные слова будут просачиваться. На всякий случай вас предупреждаю, так что, если что, сильно не пинайте. Ну и поехали уже скорее на водоем на рыбалку. Ну это прям так боднул, не уверенно ничего. У меня тоже такой же был. Довольно случайно обнаружили рыбу у одной из коряк под набережной, и поклевки судака не заставили себя долго ждать. Однако, что интересно, на последующих рыбалках мы также заезжали на это место, но в этой точке мы больше не видели ни поклевок, ни силуэтов судака в охолот. Давай быстрее. Иди у тебя как? Чайник, а чайник. Подожди, подожди. Чайник вот сам не ловит, другим не дает. Вот так всегда. Да? Ну это как обычно, вроде в бачках. Ну руками уж там вот. Застопривайся. Да у тебя бери на соревнования. Распутывай весь этап. Вот так вот, 6,8 дюймов. Смотрится. Итак, первый тип приманки, который позволит вам максимально эффективно и быстро обловить место, это будут вот такие вот достаточно объемные виброхвосты размером от 6 до 7, 7,5 дюймов. Мы их ведем на одномерной проводкой, и, собственно, на них одинаково хорошо отзывается щука и судак размером даже от 500 граммов. Ими получается очень быстро обловить место, и они, как правило, собирают именно самую крупную рыбу с точки. Поэтому, если, например, вы выехали на рыбалку один, то я бы порекомендовал бы вам поставить вот такую достаточно крупную приманку. В данном случае это копия на Keytage Swing Impact 5,6,8, провести ее именно равномерной проводкой. И именно такой вариант позволяет вам быстро снять с точки именно крупную рыбу. Кстати, что интересно, судак вот более уверен, вот эти приманки я ест большие. Вот, нет, но он как бы, у него два варианта. Он либо ее с головы попытается съесть, либо он ее полностью сзади проглотит. А щука вот... Да. Да, вот это вообще прям мелкий. Прям мелкашный, а съел 6,8. А... Да, я думаю, я его аккуратно. Сейчас холостнет меня, наверное, да? Во. Илья Денис, как? Попуткой, пожалуйста. За классический джик у нас в этот день отвечал наш с папой друг Олег Юрьевич. Он в приоритете ловил на самодельной поролоновой рыбке. И если вообще в целом говорить про джик, как про тип приманок, то он также позволяет нам быстро обловить место и сделать это с большой эффективностью. Провести джиковую приманку ступеньки получается в целом очень быстро. И на джиковый монтаж в целом клюет совершенно разная рыба. И если, например, вы ловите в лодке, опять же, один, то после того, как вы обловили точку на мясистую объемную приманку, провели ее равномерной проводкой, и у вас не последовало поклевок, то в целом можно после трех-пяти забросов перейти на обычный джик и поймать, возможно, мелкую рыбу, которая стояла на точке, но не могла съесть объемную приманку. Либо же поймать среднюю или крупную рыбу, которая была просто не настроена есть мясистую приманку именно на равномерной проводке. Бывает такое, например, что крупная рыба больше настроена в конкретный день ей джик, поэтому после крупной приманки и равномерной проводки обязательно стоит попробовать провести обычную джиковую приманку. И данный вариант тоже не заберет у вас много времени и позволит эффективно обловить точку. Нескать от сона. Ага, кто-нибудь из братьев? Поперистовый. Какой нелегкий, скажем, но и не тяжелый. Тих-тих-тих. Тоже, да? Ну, стоячка, первое. Ну, у тебя тоже. Ого. Да, ложи. Я только шонку не чувствую. Так, что он маленький. Все в сад. Правильно, головой не переживает. Да. Ну, прям как моя приманка. И заключительным типом приманок, который, опять же, позволит нам максимально быстро и эффективно обловить точку, будут вибы. У нас в этот день за них отвечал папа. В целом он поймал чуть меньше рыбы по размеру, в принципе, да и по количеству, чем мы с Олегом Юрьевичем. Но, тем не менее, на них также клевало. И, опять же, возвращаясь к той ситуации, когда вы выехали на реку один, то после того, как вы попробовали провести крупную приманку равномерной проводкой, попробовали обычный джиг, то я бы обязательно порекомендовал бы вам поставить виб металлический. И, причем, я бы рекомендовал бы вам ставить виб именно в последнюю очередь, потому что он требует очень активной и раздражающей проводки с подбросами, которая может насторожить рыбу. И, например, когда вы приезжаете на новое место, чтобы вам сразу не насторожить пугливого хищника, лучше сначала провести аккуратной проводкой крупную приманку, потом также подать обычной проводкой без резких подбросов джиг классический. И уже в последнюю очередь можно ставить виб и в расчете на такую вот вызывающую проводку, причем выстроить тоже проводку, поймать ту рыбу, которая была не настроена, есть предыдущие типы приманок. Ничего себе! Белый хлеб! Мне кажется, щучка, надо посадить, родной. Цикунчик, берой с ней. Взял, бросил, ничего не вымотал. Башку кричат. Командная работа. Не знаю, вроде как стоил резко как судак. Вот, смотри, не просто так. Нарвал. Давай, давай, давай. Судак, скорее всего. Я думаю, что какие-либо комментарии тут излишние. На точке мы стояли довольно долго и относительно крупный судак съел относительно крупную приманку. И в то же время не среагировал быстрее ни на поролон, ни на виба. И получается, что именно в этих трех типах приманок и заключался весь мой основной секрет по быстрому и эффективному облову места. И данная схема хорошо работает как на Оке, так и на Волге. Да и мне кажется, что и на большинстве других речек она также применима. Если вдруг возникнут вопросы по этой системе или, например, у вас другой взгляд на эту тему, то не стесняйтесь, пишите в комментариях. Я думаю, что обсудим и придем к какому-то, в общем, интересному выводу. Я думаю, что обсудим к какому-то, 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 какому-то. Ну и перед прощением хотел бы напомнить, что у меня сейчас проходит конкурс под предыдущим видео с очень простыми условиями. И, как мне кажется, офигенным и уникальным призом, поэтому рекомендую вам перейти и тоже посмотреть, поучаствовать. Еще для вас у меня есть классное и позитивное видео с лучшей рыбалкой прошедшего сезона. YouTube его почему-то не очень продвигает, но если вдруг вы не смотрели, то можете перейти, заценить и посмотреть, какой может быть действительно трофейная рыбалка у нас на Оке. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok